Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск новостей. Я Ольга Муравьёва. Сегодня вы увидите. Добрый вечер! Уссурийца. Книга лучше подарок. Читатели собрались по поводу за круглым столом. 24 единицы техники непрерывно трудятся на улицах города с момента начала снегопада. На дорогах разбрасывают песко-солевую смесь, полотно чистят щетками и отвалами. Наша съемочная группа проехалась по нескольким маршрутам. Ситуация на дорогах Уссурийска из-за снегопада и сильного ветра резко ухудшилась. На помощь водителям вышла бригада спецтехники. Задействованы 24 единицы, которые трудятся по всему городу. Камазы и тракторы делают все возможное, чтобы трассы были доступны для проезда. Город разделен на так называемые карты. На участках работает разная техника. Так, в районе улицы Ленинградской полотно посыпают песко-солевой смесью. Соль вступает в реакцию с водой, снег тает. Таким образом, вероятность наката понижается, а из-за песка дорога не скользит. Они сметают, подсыпают, песко-солевая начинает работать, ее начинают опять сметать. И так вот повторяется цикл этот. У нас в основном сейчас центр задействован, район водоканала, 5-6 километр, ну и всяк поселок. В районе 5-го километра трудятся тракторы, едут колонной друг за другом. У каждой машины есть специальное оборудование. Впереди отвал, сзади большая щетка. Водители таких машин двигаются медленно, максимум 18 километров в час. Делается это, чтобы максимально счистить слой снега, достать до асфальта. Да, очень сложно по одной простой причине, потому что в основном это касается узких дорог, где припаркованы машины. Хотелось бы максимально все это очистить. Приходится близко к машинам подъезжать, ну и всегда есть вероятность кого-то зацепить. К снегопаду были готовы. Основная чистка дорог начнется ночью. В темное время суток на дороге выйдут 6 грейдеров, которые также будут работать на основных участках города. Елена Карпенко, Алексей Шиповалов, Телемикс. И о погоде на предстоящую неделю. Обильными осадками встретил понедельник. На градусниках удивительное для февраля чередование плюсовых и минусовых показателей. Только вчера активно измеряли лужи, а теперь снова чистим снег. В начале этой недели метель разыгралась над Приморьем. Виной всему циклон, который перемещается над Японским морем. На дорогах сложная обстановка, усилится нагрузка на провода. При этом начнется понижение температуры. Ночью во вторник непогода станет смещаться в сторону Сахалина. Вслед за этим в край вторгнется дополнительная порция холода. На улице морознее на 2-5 градусов. Самым холодным днем в Уссурийске станет вторник. На термометрах до минус 17. Ночью днем минус 10. При этом всю неделю будет дуть с севера. Небольшой снег также возможен и в пятницу. К выходным немного потеплеет. В середине недели, в среду 17 февраля, циклонический вихрь будет кружить над югом Сахалина. Тем не менее, Приморье окажется под влиянием его западной периферии. Сохранится небольшой снег в отдельных районах Приморья. На побережье будет дуть сильный ветер, но вторжение холода прекратится, и температурный фон останется на уровне вторника. КОНЕЦ В нашем регионе этот показатель подошел к отметке 31 675. Умерших в Приморье 597. В масштабах страны эта цифра 80 126. Между тем, в крае от ковида уже привились более 15 тысяч человек. Очевидно, что инфекция идет на спад. Сейчас коэффициент распространения заболеваемости среди населения в Приморье равен 0,9. Для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо снижение до 0,5. В некоторых регионах страны ограничения сняты практически полностью. В Приморье продолжает действовать особый режим. Прощаться с масками еще рано. Напоминаем и про соблюдение социальной дистанции. Ровно 32 года прошло с того момента, когда последняя колонна советских войск покинула пределы Афганистана. Почтить память воинов-интернационалистов, поблагодарить участников локальных конфликтов, их матерей и жен собрались в администрации города. 15 февраля исполняется очередная годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Именно в эту дату закончилась война, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. В администрации города собрались участники локальных конфликтов, матери и жены военнослужащих, погибших при исполнении долга в горячих точках за пределами страны, а также руководители общественных организаций. Значимую роль воинов отметил глава округа Евгений Корж. Спасибо тем ветеранам, кто участвовали, кто выжили, кто помогает нести то светлое, патрическое воспитание наших детей, нашего поколения, насколько это всё страшно, насколько нам быть готовы защитить свою страну в это тяжёлое и пустое время. И за это вам всем низкий поклон, большое спасибо. От главы города и думы округа собравшимся вручили почётные грамоты, цветы и благодарности. Всё продолжилось у памятника воинам-уссурийцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Участники торжественного митинга дали дань уважения тем, кто пал смертью храбрых в ущельях и пустынях Афганистана, в горах Северного Кавказа, доказал свою преданность стране и верность присяге. 32 года минуло с того дня, как последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Потихоньку зажили раны, возмужали и стали мудрее солдаты и офицеры. Но память о далёкой афганской войне жива. Ужасы тех дней, товарищей по оружию и всех, кто не вернулся домой, не забудет участник конфликта Ахмед Алиев. После школы, когда призывали меня в военкомат, я служил в Афгане. Служил мы в материнском полку, но да, при меня очень много друзей мы потеряли. Очень ранены, много ранений были, да. Да, это лично, конечно, это мне касается, я пришёл почти в память своих друзей. Афганская война коснулась многих семей, и все они не могут говорить без слёз. Для нашей семьи и для меня это очень дорогой день. Ну, во-первых, мы с мужем вместе были в Чечне. Мой муж прошёл Афган, Чечню, погиб на службе в танковом институте. Мои братья тоже участники чеченских событий. Мы прекрасно знаем, что такое война, я сама знаю. В завершении прошла церемония возложения цветов. В честь памяти погибших был дан троекратный оружейный салют. Затем перед участниками митинга торжественным маршем прошли военнослужащие города. Анжела Галышина, Роман Адонин, Телемикс. Россия возобновила авиаперелёт ещё с двумя странами. Сегодня снова открылась воздушная граница с Ареди-Пайджаном и Арменией. Так дважды в неделю будут выполняться рейсы из Москвы в Баку, четыре раза в Ереван. В Армению пускают только тех гостей, у которых при себе есть отрицательный тест на коронавирус, который сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета. Сертификаты принимаются на русском, армянском и английском языках. Также можно сдать биоматериал на анализ в аэропорту Баку. Но ждать результатов придётся в режиме самоизоляции. В Азербайджан простых туристов пока не пускают, но в страну можно попасть на работу, учёбу или к близкому родственнику. Впереди короткая реклама, оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Восточные страны встретили Новый год по лунному календарю. Наш город. Праздник тоже не обошёл стороной. Уссурийская корейская диаспора отметила торжество в культурном центре. А наша съёмочная группа вместе с ними также встретила национальный праздник. Новый год по восточному календарю в этот раз выпал на 12 февраля. Корейская национально-культурная автономия нашего города уже по традиции отметила события с размахом. На праздники собрались около 200 гостей. Поздравить народ страны утренней свежести приехал и губернатор Приморья Олег Кожемяка. Здесь в Уссурийске самая большая диаспора корейцев. Мы это знаем и встречаемся с вами демократно по различным поводам. Это те люди, кто создают здесь блага для всего населения. И благодаря вашей общественной организации здесь сохраняется все культурные традиции, язык. Новый год – самое главное и продолжительное событие не только в Китае, но и других восточных странах. В Корее отмечают три дня. В дословном переводе это праздник весны. Считается, что в это время зима сдаёт свои позиции и уступает весне. Это особенный праздник. Он возвещает приход весны и даёт прекрасный повод собраться с близкими и друзьями. Наступает время реализации новых планов, добрых дел и исполнения желаний. К такому празднику готовятся всегда очень тщательно. В Корейском культурном центре ещё за месяц до события начали репетиции танцев и песен. В этот день принято надевать национальную одежду ярких цветов как символ прихода весны. Готовить национальное блюдо и приглашать всех близких в гости. Этот праздник отмечается так же, как и Европейский Новый год в кругу семьи с играми. И очень важно, чтобы дети, родственники, они собирались в доме старшего. Обязательно такая традиция. Дети делают традиционный поклон своим родителям. Как саллаль встретишь, так его и проведёшь. Корейский аналог русской пословицы. Поэтому дату отмечают с размахом. В этот раз по лунному календарю год крысы сменяется на год быка. Уже сейчас восточные страны делают всё, чтобы угодить нынешнему тотему. Говорят, что в этом году нужно быть спокойным, есть много сладкого и много работать. Марина Роман, Елена Карпенко, Алексей Шаповалов. Телемикс. Лыжня России объединила уссурийцев. Тринадцатую по счёту всероссийскую акцию провели в Каймановке на базе лагеря «Надежда», где в этом году организовали зону отдыха для жителей округа. О своих эмоциях, успехах и поражениях участники заездов рассказали нашей съёмочной группе. Не упасть в снег лицом – задача минимум для участников всероссийской акции «Лыжня России». В этом году любителей зимнего спорта собрали в Каймановке на территории лагеря «Надежда». Одни спокойно ждут старта, другие привыкают к снаряжению. Как эти парни – Илья и Кирилл взяли лыжи тут же, в прокате. За своими заехать не успели. Говорят, и эти хорошие, но непривычные. Вообще, я последний раз катался в девятом классе на ней, но... Но это лично... Мне нравятся лыжи, потому что я увлекаюсь ими, и мне интересно. Начало гонкам положили малыши до 10 лет. По условиям, участники должны не только как можно быстрее преодолеть круг в 500 метров, но ещё пройти огневой рубеж. За 5 выстрелов нужно набрать 15 очков, иначе к результату заезда прибавят штрафное время. Всероссийская гонка – дебют для Ефимии Лактионовой. Девочка не очень уверенно стоит на лыжах, но с поддержкой дедушки быстро проходит дистанцию. Второе место в кармане. А её тренер Андрей Юрьевич сам выходит на лыжню и увозит домой бронзу в категории 60+. Для следующей категории, от 11 до 14 лет, дистанцию увеличили в два раза. На первом круге стрельба, второй без задания. Валерия Шашко участвовала в «Лыжне России» год назад. Понравилась. И в этот раз не пропустила соревнования. Поднажми! Поднажми! Так как у меня папа катается на лыжах, и поэтому я тоже решила попробовать, мне очень понравилось. А чем понравилось? Понравилось тем, что это не то, что это подвижный вид спорта, а то, что на лыжах всегда интересно. Есть среди участников и опытные спортсмены, особенно в категории 60+. Несмотря на возраст, за лыжниками было не угнаться. Хотя некоторые надеялись на лучший результат, но переменчивая погода сказалась на качестве колеи. В прошлом году я выступала в возрасте 65+, хотя мне было уже 70 лет. И заняла первое место. А в этом году тоже решила выступить. Но лыжня мне не понравилась. Лыжи отдают, скользят плохо. Так что я кое-как добралась до финиша. И заработала второе место, несмотря на трудности. Настроение остальных участников тоже было на уровне. Более того, после гонки лыжников ждал приятный сюрприз от организаторов. Все участники, конечно, получат вымпелы, памятные дипломы, нагрудные номера участника с порядковым номером. Получат чай сладкий с лимончиком, пирожки. И победители-призеры за занятые первые призовые места получат статуэтки с лыжниками. Акция «Лыжня России» существует в нашей стране уже 39 лет и считается самой массовой гонкой такого плана. В этом году ряды участников пополнили 164 уссурийца. Марина Роман, Анна Клыга, Николай Ларченко. Телемикс. Городской этап всероссийских соревнований по шахматам среди школ прошел в уссурийске. Турнил длился два дня. Теперь победителей ждет испытание на краевом уровне. Наша съемочная группа пообщалась с участниками состязаний. Объявляю начало четвертого тура. Пожарили друг другу. Руки черные, пускающиеся белые. Лучшие юные шахматисты уссурийска собрались сразиться друг с другом на городском турнире «Белая ладья». Вот, например, Александр Орлов из 11-й школы уже успел завоевать второе место на дальневосточных соревнованиях во Владивостоке. Сам играет с четырех лет и, конечно, выработал свою личную тактику. Я люблю творить на доске хаос. То есть противника запутывать угрозами, каждый раз нападать. И в конце концов противник теряется, и я тогда наношу решающий удар. Победное второе место, а вместе с ним и славу уссурийску привезла из Сочи ученица 14-й школы Анастасия Птицына. В прошлом году 11-летняя Настя боролась за первенство на всероссийских соревнованиях. Когда я играла на первенстве России в Сочи в том году, было несколько красивых партий. Интересно, сильные противники попадались? Да, сильные. Что тебе помогло выиграть, как ты считаешь? Выносливость, наверное. В этом году городской этап соревнований по шахматам «Белая ладья» собрал 11 команд. Это уссурийские школьники до 14 лет. В каждой из групп по 4 человека. Три мальчика и одна девочка. При этом допускается замена ученика на ученицу, но не наоборот. Активное участие принимают в соревнованиях школы 29-я, 32-я, 8-я школы. Они вообще выставили по 2 команды. Также принимают участие еще 25-я школа, 131-я, 28-я и 14-я, 11-я школы. Значит, у нас собралось здесь полста участников. По итогам интеллектуальной битвы сразу две победы достались командам 29-й гимназии. Ученики завоевали первое и третье места. Примечательно, что за бронзу была напряженная борьба с командой 25-й школы. Им не хватило всего полбала. На втором месте оказалась 11-я школа. Теперь юные шахматисты готовятся к краевым соревнованиям «Белая ладья», которые запланированы на март. Марина Роман, Николай Ларченко, Телемикс. Накануне 14 февраля все влюбленные праздновали День Святого Валентина. Есть среди жителей нашего города те, кто влюблен в литературу. И, кстати, именно в середине этого месяца они отмечают День книгодарения. Дата эта относительно молодая. Берет свое начало с 2012 года. В Муссуриске существует объединение читателей. Наша съемочная группа побывала на заседании клуба. Сердечки на торте, ведь Валентина в день. Интерес в глазах, ведь предстоит живая беседа, и она в самом центре стола. Книга Кристина Ханны «Соловей». Вот так члены Уссурийского клуба читатели отмечают два праздника. В первую очередь Всемирный день книгодарения. Попутно и День Святого Валентина. Уссурийское объединение книгочитателей совсем молодое. Впервые собрались летом прошлого года. Тогда же в большую банку опустили каждое по три названия произведения. Совершенно очевидно, что в копилке оказалась и классика, и фантастика. Драматические повести, совсем короткие юмористические рассказы и даже стихи. В общем, предпочтение каждого нужно учитывать. Ох, и непростая эта задача. На каждой встрече мы просто вытягиваем по одной-две бумажечки и смотрим, что мы будем читать в текущем месяце. Каждый писал то, что ему хочется прочитать. На самом деле это интересно. Это, можно сказать, как выходишь из рамок комфорта и тем более расширяешь свой кругозор, в том числе и книжный. «Соловья» читали три недели. История разворачивается во Франции во время оккупации. Главные герои событий – две сестры. Одна бунтарка от природы, вторая спокойная и покладистая. Но вместе они преодолевают ужасы войны. И как бывает иногда, произведение понравилось не всем, а некоторые и вовсе не читали. Потому в программе встречи краткий рассказ. А дальше добро пожаловать с эмоциями и мыслями. Если прям очень тяжело, мы можем не прочитать. Ну и все равно прийти, кто-то прочитает, и мы вместе обсудим. То есть нам, можно сказать, перескажут, и мы вместе обсудим вообще историю героев, как мы видим это. Потому что иногда бывают очень тяжелые произведения, не всегда идут. Не помню, кто сказал, что всегда нужно уходить с неинтересного кино и закрывать не понравившуюся тебе книгу. У меня еще пока не было, чтобы я строго так закрывала, конечно. Но некоторые книги у меня заходили ко мне с неинтяжечкой. И я их не принимала. Но дочитывала. Но дочитывала при этом, да. У каждой представительницы клуба, их около 70, своя история. И все они одна семья. Вместе переживают трудности и радости. С таких встреч черпают энергию, обогащаются знаниями и опытом. И каждая раскрывается со своей особенной стороны. Я вообще никогда не читала книг. Всю школьную литературу я пропускала мимо ушей. Ну, в общем, неинтересно мне было никогда читать. Читать я начала, наверное, когда забеременела третьим ребенком. Именно вот это меня сподвигло. И мне всегда хотелось с кем-то обсудить. Потому что на тот период времени уже появлялась какая-то такая интересная литература на подумать. Например, только за этот год в копилке, не читающей Насти, уже четыре произведения. На повестке еще одно – «Жорж Сант Консуэла». Это задание на предстоящие три недели для всех членов клуба. А в честь праздника дня книгодарения они приготовили подарки. Для каждой самый ценный презент, конечно же, печатная литература. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Супермаркет «Кари Китс» для детей открылся в Уссурийске. Игрушки на любой вкус и возраст. Шикарный ассортимент одежды, обуви, коляски, автокресла. Все это можно приобрести также в рассрочку в новом магазине. Стильная одежда и удобная обувь для девочек и мальчиков, младенцев и подростков. Разбивающие игры и товары для хобби, спорта и отдыха. Функциональное автокресло, коляски и детская мебель. А также огромный ассортимент любимых аксессуаров и игрушек известных брендов. Барби, Нерф, Хотвилс и Лего. Теперь все можно купить в новом супермаркете «Кари Китс». Мы сейчас вообще в ожидании малыша, поэтому нам надо очень много всего. Мы сегодня подобрали пеленки, одеяльца, распушоночки, также погремушки. Меня вообще поразил масштаб этого магазина и ассортимент. Мы даже племяшки подобрали, игрушку. Я жду не дождусь, как приду домой, сразу распакую эту игрушку и буду в ней играть. Кроме того, на полках вы найдете товары для школы и творчества. Помимо широкого ассортимента «Кари Китс» представляет уникальное предложение. Любой товар можно приобрести в рассрочку. Плюс ко всему, в новом супермаркете проходят различные акции на одежду, обувь и аксессуары. Например, при покупке двух вещей, третья – в подарок. Но и это еще не все. У нас действует программа лояльности «Кари». Это возможность покупать товары со скидкой до 30%. Также у нас можно рассчитываться бонусами «Спасибо от Сбербанка» до 99%. Своих клиентов отзывчивый и внимательный персонал ждет ежедневно с 10 утра до 8 вечера по адресу Володарского, 99. «Кари Китс» – страна детских желаний. На этом у меня все. Будьте всегда в курсе событий «Уссурийска». Следите за новостями в наших социальных сетях. В студии работала Ольга Муравьева. Приятного вечера и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok